Подготовка к созданию идеальной страницы приземления. Хотите превратить ваш сайт из сита в ловушку для клиентов? Для этого вам нужны эффективные страницы приземления. Создание таких страниц всегда начинается с определения целевой аудитории и ее потребностей, которые вам нужно удовлетворить. От того, насколько хорошо вы понимаете желания, ценности, сомнения вашей аудитории, зависит то, насколько эффективна будет ваша страница захвата в будущем. Сейчас постарайтесь быстро ответить на следующие вопросы. Кто ваш клиент? Каковы его главные потребности, ценности, убеждения, сомнения, страхи? В чем заключается ваше уникальное торговое предложение? Почему люди выбирают именно вас, а не ваших конкурентов? В чем заключается самая главная польза, которую получает клиент, воспользовавшись вашим товаром или услугой? Какие еще выгоды он получает, если приобретает ваш товар или услугу? Для чего вы создаете данную страницу приземления? Какие действия должен совершить пользователь, находясь на ней? Эти вопросы можно разделить на три категории. Ваш клиент, ваш продукт, желаемые действия посетителя сайта. Все начинается с понимания вашего клиента, его потребности, желаний и опасений. Возьмите ручку и бумагу и опишите своего типичного клиента. Кто он? Сколько ему лет? Мужчина или женщина? Чего он хочет? Какие проблемы и потребности у него есть? Чего он хочет в жизни и что для него по-настоящему важно? Какие ожидания, сомнения, опасения у него могут быть? Сейчас мы не создаем страницу приземления, мы готовимся к ее созданию. Дальше вы увидите, как ответы на эти вопросы помогают быстро разрабатывать макет страницы приземления. Подумайте о том, что очень часто у сайта не одна, а несколько целевых аудиторий. Каждая целевая аудитория ищет на сайте свою информацию. Классический пример. Розничные покупатели, дилеры, оптовики. Или постоянные клиенты, будущие клиенты, конкуренты, пресса. Или волонтеры, организаторы, спонсоры, спикеры. Как вы сами понимаете, ответы на вопросы для каждой из целевых групп различны. Поэтому, чтобы увеличить конверсию вашего сайта, вам придется создавать специальные страницы приземления для каждой целевой группы. Результатом ответов на все эти вопросы должен стать некий собирательный образ вашего клиента для каждой целевой группы. Маркетологи называют этот процесс созданием персоны. Персоны позволяют вам понять, что действительно хотят различные группы ваших клиентов. А как следствие, вы всегда сможете спроектировать будущие страницы приземления с учетом этих потребностей, что позволит убеждать и мотивировать посетителей с гораздо большей эффективностью. Можно ли обойтись без подготовки исследований и изучения клиента? Можно. Вы всегда можете понадеяться на интуицию и здравый смысл. Но обычно такой подход заканчивается печальным результатом, неэффективной страницей приземления. Отвечая на вопросы и создавая персону, не придумывайте. Спросите реальных клиентов или персонал, который их обслуживает. Ваши клиенты сами скажут, чего они хотят и что для них по-настоящему важно. Итак, вы приложили максимум усилий, чтобы узнать потребности вашего клиента. Следующий этап – четкое позиционирование вашего продукта и компании. Возьмите ручку и сформулируйте суть вашего предложения. В двух предложениях вы должны постараться объяснить, кто вы, что вы предлагаете и почему нужно выбрать именно вас. Классический пример – доставка пиццы за 30 минут. Опоздаем, пицца бесплатно. Цепляет? Заказали бы у них пиццу. Согласитесь, сразу понятно, что они делают и почему нужно обратиться именно к ним. Четкое предложение, которое будет продавать ваш товар или услугу, называется уникальным торговым предложением, сокращенно УТП. УТП представляет собой неповторимую и привлекательную идею, выгодно отличающую ваши предложения от других существующих в данной сфере. Чтобы сформулировать хорошее УТП, вы можете использовать формулу – узнаваемый товар или услуга плюс уникальность плюс выгоды покупателя. Важно начинать УТП с узнаваемого, общепринятого названия вашего продукта, например, окна, кредит, регистрация фирмы, доставка пиццы. Далее нужно выделить свой продукт, добавить ему уникальности. Это можно сделать за счет известной торговой марки, свойства продукта или способов его приобретения. В нашем примере – доставка пиццы за 30 минут. Рядом должна находиться понятная выгода покупателя, которую он получает в случае приобретения продукта. В нашем примере – опоздаем пиццы бесплатно. По этой формуле мы сделали УТП для курса активных продаж в бизнес-школе «Расти». Курс активных продаж – сейлспринт, растим B2B и B2C, продавцов экстракласса. В последующих занятиях вас ждет настоящий кейс. На примере бизнес-школы «Расти» мы покажем весь процесс создания продающей страницы от начала и до конца. Разобравшись с позиционированием вашей компании и продукта, вы переходите к следующему шагу подготовки – понять, какое конкретное действие должен сделать человек, попав на вашу страницу приземления. Позвонить, заказать, подписаться, посмотреть видео, оставить комментарий или все сразу. Важно сейчас определить главное целевое действие. По частоте его выполнения вы будете мерить эффективность вашей страницы в будущем. Дальше вы увидите, как страницы приземления проектируются с учетом этого конкретного действия. Итак, прежде чем приступить к разработке макета страницы приземления, вам нужно очень хорошо подготовиться, пообщаться с вашими клиентами, выяснить их потребности, желания и сомнения, разобраться с позиционированием и заранее понять, чего конкретно вы ждете от своих посетителей. Только после этапа подготовки вы можете приступить к созданию первого макета страницы приземления. В следующем видео мы покажем вам, как создавать страницы захвата, которые с первого раза могут провести человека от интереса до принятия решения совершить покупку или любое другое целевое действие. Субтитры создавал DimaTorzok